господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 729 события дня филиппийцам 128 и не страшитесь ни в чем противников это для них есть предзнаменование погибели а для вас спасение и сия от бога за 11 декабря 2017 года новиков сергей александрович я сделал книгу файл вот можете скачать и запустить не знаю сгодится ли в таком виде и сегодня видимо у вас неприятности нет оригинала свидетельства на дом я сам-то работаю в конторе по оформлению земли и домов неживик землемер то есть знакомые бумаги в комментарии к ролику правильная мысль нужно заказать выписки на земельные участки и дома многофункциональном центре мфc если право зарегистрировано на вас или еще кого-то то из них все будет видно и актуально у вас по идее должно быть два документа на землю и 2 на дома и подали вот барнаул ползунова 6 новиков сергей александрович вот это вот нажмешь сюда и сразу план мы так толком не нашли свой дом а вот барнаул ползунова 6 а это тоже мой домик вот как это план выглядит это публичная кадастровая карта россии и ваших двух участков частности игнатий лапкин я отвечаю документы у меня все есть решение суда что это недвижимость два дома принадлежат мне переданы мне городской администрации в счет погашения задолженности передо мной после решения суда и земля приватизирована и две домовые книги все есть а это выписать человека который уехал в америку они якобы не могут а я плачу за него за мусор буду вот уже восемь лет документов куча но есть только копии и они поданы были выписать человека это же смешно искусственно все создают то 8 этажей здания и никого больше нету дверей никого нету если бы мы не подошли никого и не было и кабинет за кабинетом они же не но не загружены а в кабинете сидит тут помощник сбоку подполковник женщина а он-то судья может не меньше у него звание то и секретарь и всем надо заплатить и платит не два рубля я знаю что меньше 50 тысяч они не получают на мои то 6000 из меня же еще заплатили у меня везде льготы как репрессированного от ничего нету сгладили по полной 300 рублей я переживаю как заплатил то адвокат наш из общины теперь надо ему отдать как-то он не будет брать я знаю эти два старых деревянных здания переданы на имени 226 метров квадратных и заключено мировое соглашение с администрации города в счет погашения долга передо мной эти документы с печатью синий поданы были суде чего же им еще то нужно дальше на от меня пишет никита игнатий тихоныч рядом стоит то есть я попросил никиту печатать мне не вижу уже плохо кроме того у меня пальцы сыпляет две буквы я пишу пять минут до 10 минут в управляю ошибки пили пять же минут участок карты вами прислан не похож на то где мы живем все новико сергей александрович слева есть кнопочка управления картой там пониже будет числе прочих единая картографическая основа и поставить галочку напротив такой космические снимки космические космосе никто не был тут еще видно будет со спутника в них не верят многие ну какие-то многие кто-то правда не совсем точно совмещено но для ориентировки хватит а а по свидетельству возможно второй экземпляр можно сыскать в местном отделе юстиции вам землю отмежевали сняли прибором с геодезическими координатами 2012 году а вот дома возможно много раньше в конце 90-х или начале двухтысячных я отвечаю карта совершенно нам не нужна благодарим за труд по делу добротолюбия пятый том не готов спрашиваю а по стихам я должен что-то делать или могу их ставить как есть или сделайте на них фото где я считаю стихи фото со мной какие я показываю фото где взять можно выбрать где я считаю стихи можете сами выбрать а мне скажите выбор очень большой 1384 фото со мной я могу показать какие я выбрал фото со мной для книги вот я выбрал 58 чтобы он выбрал сам сергей ну на стихи речь идет на стихи вот открывается первый счастье по ведь я с соколом стою держу его вот это дальше сокол ведь это можно взять на стихи второй опять же это я как раз считаю стихи презентация книг было даже незаметно что я больной а в этот день швыркал носом тут пришел про ректор по учебной части академик профессор семкин для меня очень таки положительную характеристику дал дескать автор когда читаешь книги и когда лично с ним встретишься это совсем разное они лукавят когда-то пишут а у лапкина нет га тот какой он говорит по книгам и ты встретился и как будто бы жил рядом какой там такой и здесь вот от 2 снимок который а сергей может выбрать но и вот еще один там же было сделано с книгой стою это первый том у меня разница там эти рука поднята здесь нет вот 4 вот так вот выглядит это тоже там же в демидовском зале вот она как выступаю перед людьми вот это тоже я всегда то что были видны глаза не глаза смотришь а были видны глаза фото любое это у книги лежат 1 это 18 том про мусульманство дальше вот какие она выбор сергею дал какой он выберет но а вот вот это вот у меня я на проповеди в храме стою вот это интересно каждое пятнышко видать тоже можно взять так подсветка такая интересно но это что фото фотограф это делали очень даже на международных фото выставках они премии берут фото выставка вот это вот особенно похоже но и вот этот вот мы были на мосту и там дальше видно барнаул вот он барнаул там идет мост прекрасный мост сделаны вот я зал для я делал вы для него фотографии какие он может поставить вот так листание перья вот фото со мной но и кассега александрович сама идея файл книгов подходит на то что вы хотели я готовлю добротолю и пятый том он говорит если можете то в оригинал в пейджмейкере первой странице вставить нужное фото и сохранить таком-то вот и шанна предложение дает какой-то pdf файл я отвечаю по стихам мне кажется подойдет оформите с моим фото как должно можно на каждый том отдельное фото выберите сами чтобы было крупное видно мои глаза на фото новиков сергей александрович да кстати ссылки на неизданные три тома не рабочие нужно поправить не знаю я спрашиваю как поставить ю тубе присланные вами тома новиков книгу файл но она сама по себе без участия каких-либо других youtube полностью таком виде не вставить туда если делать то сменяющиеся на весь экран страницы через три-четыре секунды управление только паузой паузы там есть еще раз по земле по кадастровой карте оба ваших участка носят статус временный то есть право собственные на них похоже что не зарегистрировано это тогда когда они делали может быть иначе все зарегистрированные право на землю все об этом не беспокойтесь подготовьте так чтобы я мог поставить на все четыре тома я считаю что вас бог на меня послал в помощь а потом желательно было бы когда стихи выставим подготовили ю туба и 33 тома открытым оком только не покидайте меня то опять все засохнет я вас уже постоянно молюсь мы вчера интересно которое это было один из стенка филарета считали что там что-то он покаяние хочет выйти из этого раскола своего вот но и письмо пишет письмо грешного монаха михаила известного как филарет денисенко обнажила и без того кажется известную плачевную ситуацию с адекватностью нашего высшего церковного руководства уже неоднократно я замечал что церковный истаблишмент русско-православной церкви существует в некой своей реальности мало учитывающие действительное положение вещей здесь можно упомянуть и твердую уверенность иерархии в том что церковь в россии переживает период невиданного рассвета и подъема и иллюзии того что россияне в массе своей относятся к церкви с почтением и измерение успеха миссии в количестве возведенных и возвращенных храмов успех миссии вот кто пишет это абсолютно правильно высшее руководство ну высшее так они должны понимать это отдельная и самой пагубной иллюзией является то что нормально сама финансовая организация церкви с ее иперхиальными налогами конвертами для архиереев восходящими и исчезающими в таинственной высоте денежного потока ненормально видимо тут нормально написано да сегодня церковное управление в россии переживает свой золотой век и даже в сегодняшние кризисные времена нельзя сказать что эти тучные годы для патриархи ушли таких условиях у нашего церковного руководства наступила неизбежная утрата адекватности вообще и благодаря провокации денисенко вряд ли кто-то может эту утрату оспорить с самого начала украинского кризиса и начало геноцида русских на донбассе руководство церкви проявляло или пассивность или полное непонимание ситуации вместо обличения анафем там где они со всей очевидностью уместны патриархия замолкла и замямлила невнятную молитву о мире на земле украинской даже тогда когда стало очевидно что донецк к украинской земле отношения уже не имеет и ровно насколько глупыми и неразборчивыми были мертворожденные минские соглашения настолько же соответствовала им позиция руководства церкви пытавшаяся удержать под своим амафором и украинских карателей и русских людей удержать не получилось миротворческая позиция в кавычках по факту оказалась неспособностью отреагировать на ситуацию приведшей к утрате позиции в глазах обеих противоборствующих сторон возмущенные жалобные возгласы опять же демонстрирующие только полную беспомощность раздавались только когда у кронацисты отнимали у церкви храма и угрожали проведению крестных ходов создавалось впечатление что срыв официальных мероприятий и утрата приходов как хорошо написано для патриархии гораздо болезненнее чем смерти людей и разрушение на донбассе и вот прошла новость о том что одиозный схизматик михаил денисенко который некогда был архиереем русской церкви но более не является внезапно решил покаяться чтобы вы понимали новость была строй не тому как если бы порошенко вступил в ополчение донбасса а коломойский попросился в ч.в.к. вагнера поверить ей было невозможно необходимо было десять раз перепроверить все переспросить найти подвох но это понимаем мы с вами русско-патриархия этого как оказалось понять не способна она словно не замечала и не помнила последовательной позиции денисенко из года в год проклинавшего москву и требовавших крови русских людей он за оружием ездил в америку по нашим сми прошла восторженная волна устами пресс-секретаря патриархии протеерея александра волкова и владыки лариона восторженно произносила что филарет не может более находиться в расколе и просит присоединить его обратно к церкви быстро была организована специальная чрезвычайно полномоченная комиссии по приему капитуляции украинской схизмы больше других этой новости удивился наверное сам филарет я думаю старик даже подбежал к окну чтобы убедиться что к нему еще не пожаловали толпа разгневанных то правосеков сначала вышло простое опровержение в котором раскольники разъясняли что кайте и не думали потом филарет выложил оригинальное письмо к рпц в котором действительно не обнаружилось ни покаяния не желание куда-либо присоединяться и возвращаться филарет по суде попросил по сути в письме чтобы рпц забрала обратно свои отлучения она пимы и признала его тем как он себя давно уже называет патриархом киевским то есть по сути письмо предлагала русской церкви признать что она не права филарет требует признать его патриархом и видеть что-то иное в его письме уже крайне тревожный симптом свидетельствующий о пребывании в альтернативной вселенной та единственная фраза которая могла бы быть истолкована как покаяние это дежурное прошение о прощении фигура речи элемент церковного этикета увидеть в этом покаяние мог бы только человек весьма далекий о церкви но его как это не ужасно увидели наши иерархи недвусмысленной была и подпись собрат филарет с точки зрения канонического права миша денисенко является филаретом и собратом патриарху только в собственных раскольничьих мечтаниях в покаянном письме он именовал бы себя грешным монахом михаилом но нет наша патриархия слишком привыкла выдавать желаемое за действительное и видеть перемогу там где ею и не пахнет конкуренции в этом дивном свойстве могли бы составить только киборги из донецкого аэропорта вот и здесь из письма было высосано нечто что вообще никак не подходит не походит на реальность которой мы с вами привыкли и когда филарет указал на очевидное в нашей информационной сфере возникла неловкая пауза повис в воздухе вопрос ну и кто же тут дурак стало ясно что дураками оказались люди совершенно не привыкшие выглядеть дураками это было не по плану российских божественных пятилеток не по плану патриарх и вообще к такому в нашей церкви не привыкли как это архиерейским розовым лицом и прямо в грязь о а вот так публичное и унизительное фиаско что означает фиаско я остановился этом слове кроссворд разгадывают сидят там в университете и одна говорит вот смотрите какое-то слово пять слов когда полная неудача полная неудача как называется разрушение замыслов и вторая буква и тогда пи да не может быть да неужели заходит доктор филологических наук они спрашивают скажите вы разгадываете ну посчитайте что тут в кроссворде она прочитала то сразу догадалась адах это пи это что же деса докажет так это центральная газета и такие тоже слова то не сенсорная но не не понимаю как это ну все правильно тут 6 букв у них и но правильно заходит секретарь девчонка они наташенька подойди сюда наташенька потопала каблучками стучит наташа вот шесть слов и тут она горит фиаско они так ахнули они-то тут думали по простонародному тебе конец пи церковь оказалась положение парня который организовал свадьбу и созвал гостей только потому что бывшая ему подмигнула у меня такой один знакомый есть он так и не женился как он так понял что она за него пойдет а их две сестры в церкви ходят ну уходят то ходят ну и как она ему подмигнула я не знаю чего он решил что она за него выйдет тоже не знаю а он действительно неадекватная он маменькин сынок все умеет делать работяга настоящий но не приспособленных жизни страшно упорный упертый он накупил столы все что требуется для свадьбы в доме он и не было ну полный как надо и подошел видимо к ней или как он там записку и сунул под ноги ты пойдешь а то гляну него да ты чё обезьяна это его так задело а он перед этим пришел к священнику к отцу семена титул а тот грузный такой был сто пятьдесят килограмм при росте сто шестьдесят восемь отец семён а я жениться надумал отец семён говорю так ты их скажи а как вот тебя как идете уже сколько 27 лет мы и скажи задумался володя иди скажи но то есть сказал наград обезьяна а сестра у нее вторая работает валя в церковном там где-то в киоске деньгами шабаршит а эта девчонка действительно видна и она гуляет может быть с кем-то уже знакома но хорошая девчонка то он разобиделся все столы сразу выкинул на помойку он такой вот попробуй вот и в церковь ходить не стал я говорю почему они там стоят ну зачем но если церковь таких людей держит которая на меня говорит обезьяна не буду больше он и молиться на ранее стала ну что ты делаешь да какое-то отношение то имеет ну другой то церкви у нас здесь нету одна патриаршая церковь собор покровский город барнаул вот такая брат петрушка то церковь оказалась положение парня который организовал свадьбу и созвал гостей только потому что бывшая ему подмигнула а то даже бывший то не было теперь официальные лица пытается сделать хорошую мину при плохой игре владыка иларион алфеев переложил ответственность за неправильно понятой информации на средства массовой информации а владимир ли гайда стоючески утверждает что в письме пилорета содержится доброе желание преодолеть раскол вопреки всему ну что же положение создалось такое что теперь уже любая реакция вряд ли сможет его ухудшить самое обидное во всей этой истории это то что уроков и случившиеся никто не извлечет наша патриархия постарается поскорее забыть об этом досадном эпизоде и вернется обратно в свой милый карамельный мирок где храмы строятся деньги идут донецк находится на земле украинской и где-то один филарет плачет ночами желая преодолеть раскол павел шуи же ног специально для полит ссс с с дальше ночью мне пишет сайт к истине это сайт степаненко максима радости восхитательный знак игнатий тихонов вы часто приводили в роликах цитату какого-то отца отца с большой буквы а предвзятости суждения прошу вас напомните мне ее и кто этот отец пишу статью нужно как эпиграф второе вы как-то говорили об академике королеве как облудники где вы это считали тоже нужно для публикации заранее благодарен но хорошо сказал напомните мне ее и кто отец я это учел я тут сейчас ничего не нарушаю я отвечаю дорогой брат максим валерьевич я же не кандидат и не доктор богослов я не бог для ослов никогда не выписываю ни том ни страницу но что это именно так сказано и такой святой отец этого для меня вполне достаточно если бы я выписывал том и страницу и год издания это было бы замечательно но учитывая что прочитана не одна книга мною а центнира разного и всякого то не успел бы и части прочитанного запечатлеть выписать абсолютная точность нужно только относительно святой библии а остальное мне лично достаточно сохранить смысловое повторю что если это не пачки а центнира литературы и прессы и книг разных то то есть ее просто невозможным кавычки злоба не дает здравого мышления а предвзятость не дает вот здесь надо было написать предвзятость ну как это я мог так написать здравого мышления а злоба вообще отнимает разум святой исидор пел и сиот а то чтобы академике королеве так это в воспоминаниях о нем и не у одного очевидца пишут что не пропускал мимо себя ни одной кухарки как и пушкин статья была 113 любовниц пушкина и ни разу нигде не встречал чтобы кто-то за сие называл его блудниками так их хотя это и есть полный рост и никто нигде не пытался даже опровергать столь нелестные данные о кумирах погибающих вроде бы как таким юпитером гвоздать совподобном зловонии по штату и реестру дозволено мы уже не раз мне приходилось встречать или кто-то указывал на высказывание знатных кто прямо в кавычках берет из моих книг лично мои наработки не всегда ссылает что это мое берут целые абзацы а мне это так как раз и нужно новиков сергей александрович опять добротолюбие добавил пятый том файлы 193 224 и пишет первый том 40 файлов второй том добротолюбие 376 файлов третий том 32 файла четвертый том 44 файла пятый том 32 файла это все в интернете будет всего 224 файла по 4 части на каждый из 56 файлов вашей насчитки то есть там два часа пять минут двадцать минут каждый ну это сторона дорожки катушки 375 метров при скорости 4,7 сантиметров в секунду протяжка в моей сортировке возможно не все точно так как не все записи ясно обозначены я поверхностно ориентируясь в материале но обработано все а я уже все выставляю в интернет а добротолюбие попозже когда кончится выставлять библия я говорю благодарение богу побудившему вас потрудиться над сокровищем лежавшим почти под спудом 37 лет вы распаковали эти сундуки переведя начитанные мной из аудио видеофайлы библию добротолюбие и иное рядом на вашем православном библейском сайте на нашем во свете библии четыре книги отца Григория Дещенко начитанные мною вот бы неплохо было их так же высветить и все 45 моих книг открытым оком но открытым оком то там меньше это 38 у нас было книг но теперь это 45 и 3 еще открытым оком и 4 ну так всего Сергей загрузьте на youtube и поглядите на результат смотреть только в высоком качестве наверное нужно будет а то текст не разобрать а как высокое качество дать я не знаю увеличить в размере или как там три типа листания каков подходит лучше я пишу последнее листание как ворота открывается это и оставить а музыку сопровождение могу предложить Джеймс Ласт одинокий пастух лучше вот такой дальше Чайковский симфония пятая первая часть моровинский и конечно же страсти по баху органная музыка может быть вся то есть ее хватит на все четыре тома стихов бах страсти по Матфею указал я тоже набрал чтобы ему легче было и что то похожее но без ударных инструментов барабанов совершенно не переношу этот грохот как сползание в преисподнюю можно Себастьяна Баха больше взять Сергей воркование голубей вам нравится довольно я о да обязательно воркование голубей как рад я за ваши заботы обо мне и моих трудах во славу Иисуса Христа ничего чтоб бравурного не было нигде ничего не брать из Вагнера и Скрябина вот это вполне может подойти к нашим проповедям в стихах херуимская песнь знаменный распев я указываю где Мария Дева Чистая тоже где пение старообрядческих хоров ножон мироносец рогожская вот где песнопение литургии дневно-русским распевом указано Сергей такое соображение если постоянно останавливать а так для чтения и придется потому что она сама перелистывается книга то будет постоянно неприятное прерывание звука либо фон должен еле слышен ну там видно будет я отвечаю это уж как вы решите но тихо я не стал бы делать и что из того что прерывается это же не на одного человека наших звуков там нет а одна музыка и должна бы быть на полный диапазон пишет Максим Некрутенко мир вам вопрос какие церкви кроме православной и католической есть истинными я отвечаю григорино-армянская постолическая копская и сирская Максим а сирийская церковь эфиопская эритурейская молонкарская они тоже входят я отвечаю когда сказано что католическая значит и старокатолики когда сказано что православная это значит что все юрисдикции где есть истинное рукоположение и старообрядцы белокреницкое согласие митрополит корнилий и новозыпковская где патриарх как Александр ныне и потому перечисленное вами рассматривать не как отдельное а как часть вышеперечисленного пусть и со своими традициями если там сохранено истинное рукоположение от апостолов христовых Максим спасибо теперь понял Рустам пишет мир вам как правильно поменять мне свою работу в УЗИ в кабинете на другую более приемлемую желательно по специальности чтобы при этом не остаться в убытке сегодня у меня была одна женщина которая не сделала как я ее проинструктировал перед обследованием и оголила свою грудь я во время отвел взгляд но все равно какая-то часть запечатлелась слава богу что я не начал разжигать это умею совладеть с собою но все равно на душе очень гадко и противно стало так как я не женатый человек и поэтому для меня такого рода эксцессы могут нанести очень сильный урон по моему духовному и физиологическому состоянию я рентгенолог врач УЗИ радиолог в конце месяца будет удостоверение МРТ по которому у меня еще нет практики и самое главное рабочего места туда очень трудно попасть и дорого взять ставку в рентген кабинете вместо УЗИ могу но потеряю возможность подзаработать как мне быть в данной ситуации то чтобы иметь возможность нормально работать и зарабатывать на хлеб в медицине а также не настрапалять себя такого рода стриптизами посоветуйте пожалуйста что-нибудь Игнатий Тихонович я отвечаю сходу могу сказать только одно поступай в ученики в Пащенко Владимир Александрович колоть дрова никакая чурка на грудь не похожа в скобках по просьбе Игнатия печатает Никита а он Игнатий стоит рядом Рустам спасибо огромное а дипломы куда девать смыть в унитаз я отвечаю нет дипломы храни а на физической работе работая проветришь голову Рустам да вы правы я знаю я бы с радостью я очень люблю работать и физически но если бы было все так просто квартиру можно закрыть и уехать но за нее нужно платить ежемесячно а мама если узнает вообще не поймет волноваться будет сильно если я работу врача брошу и уеду в Россию в деревню к людям которых она не знает я берегу ее здоровье берегу поэтому человек я на данный момент подневольный а так если сказать честно я бы с огромным удовольствием приехал поработать научиться духовности и другому физическому труду слово духовность это Горбачев придумал приехать с огромным удовольствием поработать ну не знаю как что если там подневольный мать скажет и никогда ничего не сделает что мать то жена то сосед при чем тут мать живет в себе оставил деньги там заплатят да я и не говорил ехать куда то надо просто подражать так я не говорил что у нас работает а там найти подобного володя человека вот такой смысл Рустам а я понял ну спасибо буду молиться может быть бог найдет мне вариант да не жизнь а одни испытания сплошные этапы не жениться потому что из баб практически все если не все так шалашовки которые точно на жизнь крест поставят на работе специфика скользкая тоже туда нельзя сюда нельзя сплошные капканы сделано все для того чтобы человек стремящийся к богу был порабощен надеть хомут старается ярму ошейник шапочку из бельблюжьей кожи сшить сделала манкурта только не учли сильные миры из его что все это дает хорошее подспорье для рождения новых сталиновых грозных еще похлеще человек верующий в бога по-настоящему наставленный им же в этой знойную пустыню жизни рано или поздно сжимаясь как пружина выпалит так что прожжет уж куда больше ста миллионов вы то поймете о чем я Игнатий Тихонович мир вам и вашему дому слава господу слава христу ну вот видите какие письма поступают скажут а это то зачем засчитывали урок при том большой урок это живой человек а зачем письма Чехова считать письма Горького Златоуста Льва Толстого это целые тома я думаю мало у кого есть письма чтоб столько было у меня сожгли их больше ста наверно томов и вернувшись из тюрьмы я записывал это лет десять назад перестал ну просто краткий веду дневник еще семьдесят семь томов переплетено по шестьсот пятьдесят страниц вот так ну и показать на наши ресурсы первое значит вот мой мир очень хорошая система вот это ленточный форум во свете Библии видите как здесь храм Христа Спасителя видим вот сейчас посмотрим сколько нас посетило вчера вчера сколько человек на форум зашло триста пятьдесят шесть вот оно триста пятьдесят шесть посетителей ну просмотров пятьсот девяносто один побольше было роботы заходили во семьсот двадцать четыре что такое хвосты хвосты не знаю это я не могу перевести даже ну и вот наш православный видеоканал открытым оком во свете Библии вот интересно новое сейчас ставить будут стихи мне будут там Сергей обделывать как отреагирует три тысячи четыреста шестьдесят семь стихов по девять куплетов по девять куплетов по четырехстрочных в каждом стихотворении тридцать шесть строчек слава Иисусу Христу давай ну с Богом спаси Христос Аллилуйя Татьяна проверяет ну вот сегодня поставил я заметил сегодня вот самое большее посещение где на экране вырисовывается Никита вот рядом одиннадцать просмотров ГУЛАГ а здесь Никита стоит видно его сразу сто семнадцать ну и опять дальше пятьдесят один поменьше еще меньше вот восемь тут пятнадцать ну вот ага где-то тут еще Никита у меня был вот это закрыто пока ну вот такое дело опять где вот Никита стоит делать свое дело работать своими руками он работает все на этом сегодня с Богом